В Северодонецкой публичной библиотеке сегодня состоялась творческая встреча с народным артистом Украины Владимиром Талашко. Актер приехал на Луганщину в рамках международного шевченковского литературно-художественного праздника в семье Вольной Новой. На встречу с артистом пришли представители разных поколений, говорили о книгах, современном образовании и профессии актера, читали поэзию украинских классиков. Своими впечатлениями от встречи Владимир Талашко поделился с журналистами Пудзей. Народный артист Украины Владимир Талашко известен многим соотечественникам по фильму «В бой идут одни старики», в котором он сыграл одну из главных ролей. Всего же в его фильмографии более 60 картин. На творческой встрече актер рассказал, что семейная династия шахтеров прервалась в том числе благодаря его первой учительнице, с которой он много лет поддерживал тёплые отношения в письмах. Сам же учиться не перестал до сих пор. Я очень помню свою Надежду Кирилловну, Вера Семенка. Я писал до последнего дня, ей еще писали листи, листовочки присылали. Я писал ей, потому что я понимал, что без нее я бы не стал. Хотя я думал, что вона поговорит пів години, ведущая что-то скажет, я буду понимающим. Потому что не соромно не знать. Соромно знать, что не знаешь, не дізнаться. Сегодня, кроме съемок, Владимир Талашко преподает в Университете театра кино и телевидения. На творческой встрече он рассказал, чем его удивляют будущие коллеги – современные студенты. Например, что они хорошо разбираются в новых технологиях, но гораздо меньше читают. А на праздники преподавателям теперь дарят не книги, а виски. Несколько экземпляров художественной документалистики в подарок публичной библиотеке преподнес другой гость встречи – журналист Тарас Здоровила. А его коллега, журналистка и поэтесса Ольга Стрижаченко, прочитала свои произведения. «У степів моих рани глибокі. Важко буде їх гоїти часові. І не змити струмкам синьооким плян червоних на травах Донбасу. Столько вже террикони оплакали, скільки хлібні поля ще тужитимуть, Поростуть воронцями і маками, Ковилою відтуги сивітимуть і летітимуть у вирій лелеками. І з небес нам світітимуть зорями, Недосяжними і далекими ті, кого назвемо ми героями». Приглашённые гости согласились, що такі встречи нужны не тільки містним жителям для роздумій над происходящими событиями. Они нужны і тем, хто приїжджає, щоб объединить страну. «Треба зберегти мир на Донбасі, повернути Крим і взагалі жити країною щасливою, тому що і Тарас просив про це, і Ліна Костенка про це просить. І просить, мабуть, вже вся громада, вся людська громада світу, Європи просить, щоб ми повернулися до розуму і подумали про матір, про матір, яка сьогодні мусить відпроводжати своїх синів на війну. Я хочу такої долі для себе і своєї країни, щоб руки були в мозолях. Руки, а не коліна. Наталья Войнова, Андрей Бригидер, Падії.